Ну и вот первый глюк, друзья. Но нагрев, нагрев реально ощущается. И он звучит лучше. Друзья, всем привет, с вами я, Эдскрайбер. Сегодня у нас распаковка Redmi Note 8 Pro. Наконец-то компания Xiaomi сделала глобалочку, выпустила глобалочку, вернее сказать. И, наконец-то, она до меня дошла. Сегодня распаковка, первые эмоции. Как вы, друзья, все любите, с вами я, Эдскрайбер. Погнали! Вначале, друзья, пошли о вас подписываться на телеграм-канал. Все ссылочки в описании. Там скидки на Redmi Note 8 Pro, на другие Redmi-ки. Различные купоны, акции. И все, друзья, что вы любите. Поэтому не забывайте подписываться на телеграм-канал. Да, долгожданная новинка от компании Xiaomi. Эта новиночка, друзья, должна быть бомбой 2019 года. Так это или нет, давайте потихонечку разбираться. Вначале перейдем к распаковке. Если говорить, друзья, о коробочке, то коробочка совсем такая не похожа на компанию Xiaomi. Если честно, вот как бы смотришь вот на этот лейбл, на этот логотип, и кажется, что это просто подделка компании Xiaomi. Вначале идет пенал с различными плюшками. Скрепка для вынимания сим-лотка. Очень обычная скрепочка. Ничего крутого, как у компании Meizu, допустим. Фирменный стиль Flyme. Это реально круто. Здесь просто вот типа скрепочка в стиле, там не знаю, в стиле айфонов. То есть ты покупаешь телефон за 120 тысяч, и тебе тоже дает вот такую просто поганенькую скрепочку. Здесь у нас чехол. Чехол стандартный от компании Xiaomi, прозрачный, силиконовый. Но здесь, друзья, смотрите, есть еще заглушка для USB Type-C. Ну, то, что есть хотя бы одна заглушечка, друзья, это уже очень хорошо. Бумажки нас не интересуют. Сам телефон пока отложен в сторону. Значит, быстрая зарядка на 18 Вт, Quick Charge 3.0. Ну и стандартный кабель USB Type-C. Наверное, у вас таких кабелей уже навалом, просто если вы любите эту компанию. Потому что компания Xiaomi постепенно приучает нас к USB Type-C. И даже в среднебюджетнике, и в самом бюджетнике, они устанавливают уже USB Type-C. Цвет этого телефона Forest Green. То есть, зеленый лес. Дизайнеры, которые создавали этот телефон, вдохновлялись именно зеленым лесом или что-то в этом роде, друзья. Ну, смотрится очень-очень даже богато, очень красиво. Если бы это было где-то года два назад, друзья, очень красиво все эти переливы, друзья. Ну, просто шикарно очень смотрится. Я не знаю, видно это на камеру или нет, но вот здесь такая тема. Ну, так себе пошла не очень. Для того, чтобы сделать предварительное сравнение, я взял Redmi Note 7. Вначале мы проверим чехол, установим его на всю эту красоту. И прозрачный силиконовый чехол, его плюс в чем? В том, что все-таки эту красоту как-то будет видно. Смотрите, здесь заглушка. Окей, сидит плотно, отлично. То есть, никаких проблем нет. Красота, конечно, закрывается. И это не тот эффект, который ты видишь, когда, ну, так сказать, девственный вид самого телефона. И как бы так себе. Если честно, я уже отвык от этих чехлов. Вот я покупаю вот такого рода чехлы от компании Xiaomi. И мне вот они очень-очень даже нравятся. Камера все-таки выпирает чуть-чуть, немножечко. Если сравнить два этих телефона, то Redmi Note 8 Pro чуть-чуть буквально выше. Если посмотреть, то понятно, здесь никаких лагов по тормаживанию. Но все это, друзья, только временно. Потому что надо загрузить нормальный телефон. Надо посмотреть, как он работает под максимальными нагрузками. И тогда уже мы можем говорить про какие-то лаги. Здесь все-таки стоит Helio. Helio от MTK, друзья. Но зачем Xiaomi вы это делаете? Кстати, вы просто пошли на этот шаг. Унизили нас вообще всех. Но, друзья, ладно, это я шучу, конечно. Но, на самом деле, Helio это не то пальто, не те, как бы, не те стандарты от компании Xiaomi, которые мы привыкли видеть. Друзья, по внешнему виду. Здесь две кнопки. Кнопка включения и выключения. Качелька громкости. Сверху, значит, второй динамик для шумоподавления. И порт. На правой стороне лоток. Давайте, кстати, сразу проверим лоток. Мне кажется, он здесь стандартный. Стандартный. И здесь есть защита от воды или же от влаги и пыли. То есть, небольшая совсем резиночка. Это как бы плюс, окей. Ну, это отлично. Лоток комбинированный, стандартный. И сканер отпечатков пальцев. Сверху, скорее всего, макросъемка. Здесь основная камера на 64 мегапикселя. Это сразу видно. Здесь просто такой болт конкретный. Просто вот такая ширина. Просто там, наверное, будут снимки конкретно четкие. Но это мы, друзья, все, конечно же, проверим. Широкоугольная камера и телеобъектив. На нижней грани USB Type-C. Колоночка. Второй микрофон или же основной микрофон. И также, друзья, миниджек присутствует. То есть, музыку можно погонять, послушать. И это просто-просто отлично. Здесь появилась еще макросъемочка. Достаточно быстро двигается. И такое чувство, что стабилизация здесь прям очень крутая. Так, это значит, что у нас телеобъектив. Таким образом, вы можете посмотреть. Это основная камера. И это широкий угол. И вот на 64 мегапикселя съемочка. Давайте, кстати, щелкнем. Прям очень интересно посмотреть, что там будет. Пока что, друзья, непонятно. Есть очень много шумов. Прям чувствуется сразу. Хотя освещение очень даже неплохое. Окей, друзья, давайте проверим макро. Посмотрим, как он снимает, допустим, пиксели. Слушайте, друзья, очень даже недурно макросъемочку снимает. Но вот эта макросъемка, она получается на 2 мегапикселя, если не ошибаюсь. То, конечно, здесь будет качество не айс. Но все это тоже пресловутый маркетинг, который мы уже несколько лет проходим. И, скорее всего, камера будет добавлять. И что интересно, друзья, я уже нагрев немножко здесь начинаю чувствовать. Меня это прям напрягает. Но нагрев, нагрев я защищается. Давайте прогоним тесты в Antutu. Ну и вот первый глюк, друзья. Приложение Antutu пока что не работает. Так, друзья, давайте проверим звук. И посмотрим, насколько он стал лучше в Redmi Note 8 Pro от Redmi Note 7. И вначале у нас по стандарту идет Diesel Power от Prodigy. Так, это не Diesel Power. Редми Note 8 Pro. Пока что, друзья, на данный момент, если не брать какие-то настройки, если не настраивать два аппарата, то есть не ставить там регион Индии, еще что-то, да. То есть по стандартным настройкам, обычным таким классическим настройкам, Redmi Note 7 звучит лучше. Это что за бред, друзья? Это Pro-версия следующего уже поколения. А это Note 7 стандартный, не Pro-версия. И он звучит лучше. Звук более объемный, более детальный, более интересный. Друзья, ну надо настраивать, потому что это не делаем. Все, что, друзья, китайцы хвалили на презентации, они нам заявляли, что он там просто будет тушить свечи и все такое, будет просто огненный звук. Пока что, на самом деле, как бы не очень оправданный, потому что звук, ну, друзья, прям вообще так себе, так себе. Давайте послушаем следующий трек. Redmi Note 7 звучит круче. На данный момент, друзья, такое мнение. Нужно, значит, ждать обновления на Redmi Note 8 Pro, закачивать обновления, ставить, наверное, в регион Индии. И тогда уже сравнивать. Хотя в Redmi Note 7 я ничего не делал. Это просто стандартные настройки. Я нигде, никуда не залазил. Просто прилетели новые обновления и все. Но звучит он пока что, на удивление, лучше, чем восьмерочка Pro-версии. Я просто, друзья, вообще удивлен. Пишите, кстати, в комментариях, что вы хотите сделать с этим телефоном. Что нужно проверить особенно, особенным образом. Да, каким образом его испытать. Сканер отпечатков пальцев, кстати, мы еще не проверили. Сейчас посмотрим, да, каким образом он разбокируется. Ну, понятно, что он работает просто мгновенно. Нереально мгновенно работает. И вот здесь очень-очень круто. Спасибо компании Xiaomi. В этом плане, конечно, у них сканировать отпечатки пальцев всегда были просто навороченными до беспредела, наверное. Но такое ощущение, что он как будто бы меньше. Друзья, ну вот такое первое мнение об этом телефоне. Пишите обязательно в комментариях, что нужно протестировать, что нужно посмотреть, на что особенно обратить внимание. Мне очень интересно ваше мнение. Подписка, лайк этому каналу, если вам не жалко, друзья. Ну и не забывайте про телеграм-канал. Ссылочки все в описании. Всем хорошего настроения, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok